Попишись на канал на ютубе, я зажгу с негритянкой на губе. Если вам понравится и вы захотите их поддержать, то пройдите, пожалуйста, по ссылочке в описании к этому видео. Вот нам будет инструкция о том, как вам это сделать. Собственно, что же представляет из себя сама игра? Ну, конечно же, это выживание, братва. Если видите человека, который сидит напротив костра, голый, ну, это может быть только выживалка. Собственно, у игры есть три режима. Основной режим — это выживание и ролевая игра. Все это в основном режиме. Игровой мир содержит все геймплейные особенности NPC, животные, транспортные квесты. Видите, как тут есть как бы еще и квесты. Достаточно интересный момент в подобных играх и часто его не хватает. Кроме основного режима есть также режим ПВЕ, который тоже самое, но вы не можете атаковать других игроков. Также есть и третий режим — это последний выживший игровой режим, действие которого происходит зараженный токсичным туманом области. Время ограничено, постепенно токсичное облако сгущается. Ничего вам не напоминает? Да, друзья, тут будет еще и Battle Royale. Очень интересно посмотреть, как данный режим в этой игре будет реализован. Что ж, давайте попробуем поиграть. На первый взгляд эта игрушка действительно напоминает DayZ, но на самом деле лично для меня о DayZ здесь вита только PvP составляющая. То есть вы увидели игрока, вы его убили, вы забрали его лут, он где-то зареспаунился, все проебал. Никаких зомби здесь нету. Бегать по 300 лет здесь не надо. Да, конечно, локация не такая уж прям маленькая, но все-таки таких вот забегов по 30 минут тут нет. Мы появляемся тут в безопасной зоне, тут у нас, видите, горит там стрелочка, это, видимо, можно уже взять какой-то квест. Как я понимаю, квесты, как бы, ну, они не особо обязательные, они просто дают вам возможность получить начальное какое-то снаряжение, но вы можете забить на них. Сам я много не играл, но покажу вам такие основные моменты, которые я сам видел. Собственно, вот квест, который мы получаем от первого чувака прямо в начальном лагере. Он нам предлагает собрать хворст и за это, как награда, даст нам нож. И вот так вот мы можем потихонечку набирать себе начальную экипировку. После того, как мы уже забрали квест, мы видим, собственно, маркер. Вот, нам нужно собрать этот хворост. И так как по любому квесту, как пойдете, у вас будет маркер, вам надо идти туда. Сами задания я много, опять же, не играл. Видел только там, пойди туда, убей того, принеси то. В общем, достаточно такие ММОшные, стандартные. И за это получаем какие-то такие не очень значительные награды. Немножко кривоватые механики, да, вот я тут немножко поебался, чтобы, наконец, начать собирать этот хворост. Плюс это занимает значительное время. На это стоит обращать внимание, если вы будете делать это где-то в открытом мире, а не в безопасной зоне. Сдаем квестик тогда, давайте этот нож заберем. Нож нам, как я понимаю, пригодится в основном для того, чтобы разделывать животных, там, добывать с них мясо и кушать. После того, как мы получили нож, мы можем взять квест, следующий у этого моднейшего парня, который даст нам необходимые для крафтинга первого нашего оружия вещи. Так, вижу волка, которого нам надо по квесту завалить и принести, собственно, его шкуру тому чувачку. Блин, не могу понять, либо это у меня проблемы, либо это с хитбоксом здесь проблемы. Я надеюсь, что когда стреляешь, здесь не так все проблематично. Сейчас у меня завалит еще, вот этого еще не хватало. Блин, умереть от волка, это будет супер нубство вообще на начальных квестах, блин. Слава те яйца, я думал реально, что он меня завалит. Можно заюзать аптечку, которую нам дали по первому квесту, для того, чтобы не отъехать прямо сейчас сразу. Видите, каждое действие занимает приличное количество времени, поэтому надо, как бы, это учитывать, если вы будете в открытом мире, где вас могут убить другие игроки. Но уходить вы, кстати, можете во время этих действий. Сдаем квест, получаем от него материалы для крафта первого оружия. Армейский юмор детектед. Забираем последний элемент для крафта, это доска какая-то, видимо, пушка будет супер мощная, я прямо это предвижу. Крафт довольно-таки простой, вы просто в левое окно перетаскиваете все необходимые для крафта элементы, материалы, и вам выдает то, что вы можете, собственно, скрафтить. Вот, и еще тут есть такая система навыков, которая, как бы, ваши навыки, они прокачиваются по мере игры, вот во время выживания персонаж адаптируется, становится сильнее, быстрее, выносливая. И ля-ля-ля-ля-ля-ля, в общем, вы прокачиваетесь по мере игры, это, по-моему, тоже очень прикольно. Я вообще люблю такие RPG-шные элементы. Ну и на данный момент это, к сожалению, все, что я знаю об игре, так играл действительно недолго. Дальше будем вместе с вами бегать, исследовать и смотреть, какие ситуации нам игрушка может предоставить. От себя добавлю только, что я пока вижу вот серьезный недостаток у игры, это только один, это, конечно, устаревший графон, но это не для всех проблем, и вообще в такие игры играют, конечно, для атмосферы, а не для того, чтобы подрочить на графон. Квест я взял, делать его я, конечно, не буду, просто побежим туда, посмотрим, что там. Бляха-муха, я все-таки заболел, подхватил простуду, братва. Геморная такая тема, что здесь можно реально просто заболеть, потому что у меня нету куртки, и вот, собственно, у меня теперь простуды, я теперь буду вот такой вот унылый и буду кашлять постоянно. Ну, днем эти домики, надеюсь, я найду аптечку и вылечусь. Так, дверь, дверь нельзя открыть, когда кашляешь, блядь, еще одна проблема. Надо срочно аптечку лутать вообще, может, вон там есть в магазе, что это, магаз какой-то, или... Ааа, медведь, медведь, ёптвою мать! Миша, Миша, отвали, Миша, Миша, не трожь больного человека, Миша, это очень плохо, лезь к больным людям, Миша, не надо, не надо. В дом можно зайти? Не может, блядь, с одного тычка меня вынес, Миша, ну что ж тут за скотина такая бессердечная? Ну, тут ягодки можно собирать, нифига себе, классика выживания вообще. Ни хрена не смог найти, где я там отъехал, потому что я еще плохо в карте ориентируюсь, не стал брать никаких квестов, потому что они там все сначала, ну нахрен. Так, давайте посмотрим, что вот здесь, у нас есть какое-то кладбище, церковь какая-то. Так, зайти мы можем в эту церковь? Хер там, не открывается дверь, ни хрена. О, зашибись, ну наконец-то нормальный лут. Так, дробаш есть, а патроны есть для дробаша? Вот патроны, ну отлично, теперь можем выносить ебло всяким Мишам, которые захотят нас убить, и пидоргам, которые захотят нас ограбить, если чего. Так, ну нормально, потихонечку лутаемся, а что за хуйня? Пищевое отравление? Откуда оно у меня взялось вообще? Я же не жрал ничего вообще до сих пор. Что за херня? Так, вот хороший повод опробовать наш дробаш, насколько он мощный. Давай, собачонок. Раз, два. Две пули из дробаша хватает волка, чтобы отъехать сразу же вообще. Так, может здесь что-то интересное мы еще найдем? Какой-нибудь лутик классный. Все, теперь все действительно плохо. Что за хуйня? Бля, я блюю! Я блюю! В этой игре можно бливать! Блин, это видать пищевое отравление, такая жесткая херня, что я блюю, блин, от него вообще. Где его взял, я не могу понять, я же не ел ни черта. Большой рюкзак и топор, это, конечно, охуенный лут, только дайте мне, пожалуйста, аптечку, потому что я, блядь, простужен, у меня отравление, я сейчас буду блевать через кашель просто. Так, тут что? Аптечка, ну господи, наконец-то! Так, она чего у нас вообще помогает? Так, средство оказания самой взаимопомощи солдат в случае ранения содержит стерильные винты, обезболивающие активные антибактериальные вещества, это должно меня вылечить вообще от всего, я, по крайней мере, на это очень надеюсь. Бля, я же сказал, что я буду блевать через кашель, блядь, скорее аптечка лечи меня, ёб твою мать! Я же реально кашляю и блюю, пока ем аптечку. Запер меня здесь, Миша, пидор! Так, я не помню, я по нему попадаю? Чё-то в голову он не принимает ни хрена. Или я, мне стёкла мешают, блядь, по нему стрелять? Это вот тогда кривость, конечно, полная. Да, в натуре я, блин, стреляю и попадаю куда-то в стекло, чё за херня, я так себе патрон на него потрачу. Надо сваливать, нахрен, просто от него и всё. Так, он видит меня там? Блядь, бежит за мной, заметил меня, скотина глазастая! Так, давайте в медпункт быстренько забегаем. Заодно, может, аптечку найду. Я ванга вообще жёсткая. Очень низкий уровень здоровья мне пишет. Бляха-муха, то есть наверняка можно отъехать даже от этой простуды. Чё за жесть? Надо где-нибудь останавливаться, срочно юзать аптечку и быстрее искать какую-нибудь тёплую одежду, а то я так заколебусь простужаться. Так, где эта аптечка? Скорее. Давай, юзай, юзай, юзай её. В данном состоянии нельзя взаимодействовать с приметами. Блин, это из-за того, что я кашляю. Это вообще основная проблема, на самом деле, простуды, помимо уменьшающегося здоровья постоянно. Жесть какая. О, сральник, сральник прям как в детском лагере Орлёна, какая милота. Эти хаты выглядят многообещающе, я надеюсь, там хотя бы есть тёплая одежда. Так, а тут чё? О! Антивирусная аптечка, так, заебись, дайте мне одежду. Одежду. О, да ладно, да ладно, да ладно, да ладно, да ладно. Это у нас, это у нас чёрная куртка, чёрная куртка, наконец-то мы нашли куртку, не будем мёрзнуть бляхом ухо и простужаться постоянно, как шлюха какая-то портовая. Михаил меня палит вообще жёстко, как же ты задрал уже, Миша, вообще не отстаёт. Пуховик с воротником, ну всё, теперь вот я, теперь я точно не должен болеть вообще. Это, конечно, уже топчик совсем. Да, кефир, короче, жажду утоляет, заебись, вот восстановление идёт. Надо кефиром опиться, чтобы больше пить не хотеть, я тоже заколебал. Давай. Чё такое? Блюю я, опять блюю, да чё такое, чё ж я постоянно блюю в этой игре? У меня же не отравления, ничего нет, всё, вот, жажда восстанавливается, всё нормально. Почему ты, ты просто не любишь кефир, ты блюёшь просто, потому что тебе, блядь, кефир не понравился? Ты чё, сука, в детском саду, что ли? Посмотрим на красоту сверху, как это всё выглядит. Чё, нормально так, аутотичненько. Только я со своим дробашом тут ни хрена ни по кому поработать не смогу, потому что, как бы, оружие для этого не очень подойдёт. Постоянно поселение мирных, Дятлова. Так, это чё за мирные, чё такое? Давайте туда, наверное, сходим, посмотрим. Это у нас на север-запад получается, мы же мирные, хорошие. Так, вертолёт какой-то. Чё за вертолёт? Нихрена себе, чё это за вертолёт вообще? Это NPC-шный вертолёт? Меня не атакует, то есть никак в России, не босс какой-то. Интересно, чё там, там люди или чё? Опять Миша, ну ёб твою мать, как же ты меня задрал уже, пидор! Давай, мохнатая чему, отъезжай! Всё, сука, выебли Мишу! Или нет? Он живой, чё он? Бля, он типа в ахуе такой, типа, нихуя ты меня угандошил, братан, и отъехал. Так, тут экшен какой-то жёсткий вообще. Наконец-то нашли какой-то экшен уже. Хотя бы не медведи, блядь, ёбаные. Так, у меня один патрон, я, конечно, нихера с ним не сделаю, если меня увидят, меня просто угандошат. Снова выстрела. Так, это чё? Это трупаки? Что это? Так, тут ни черта, ни интересного нету. Надо в дом ныкаться, нахуй. Кто-то, походу, выкинул эту пушку, потому что я не понимаю, чё она тут лежит. А может и лут просто. Так, патронов у меня к ней нет, конечно же. И тут же стреляет вокруг, блядь, у меня один патрон в дробаше. К этой пушке у меня нету никаких вообще патронов. Упс, вот они. Здорова! Привет! Не убивай, слушай, у меня один патрончик вообще, я тебе ничего не сделаю. Я первый раз играю. Окей? Так, погоди. Чё такое? Чё здесь происходит вообще? Вот, заходи, сюда заходи, здесь война заходи. Аккуратно, пацаны, здесь мародёры нам. Мародёры? Да я сам мародёр. В смысле, у меня ник мародёр. У тебя? Да, но это только ник. Я первый раз играю и не знаю, что делать пока вообще, если честно. Ебаш мародёров, вот и всё, блядь. Здорово. Санэ, а у вас нету патронов для дробаша там? Подожди, подожди. Стой. Стою. О, это респект вообще жёсткий. А как понять, мародёр или мирный игрок? Так они красным светятся. Красным? Ага, понятно. Ага, понятно. А мне чё написано? На тебе написано нейтрал, это твой выбор. Либо ты станешь мародёром, либо мирным. Так, получается у нас есть две фракции, да? То есть вообще их всего три, но основных таких две. Одни это мародёры, это те, которые бегают, короче, убивают чуваков. И грабят их, забирают их лут. И другие это мирные, это которые, собственно, убивают мародёров и защищают там хороших людей. Там или даже нейтралов, которым я вот сейчас являюсь. Чуваки вообще вроде нормально помогли. Так, это кто? Так, это мирный похрен. Помогли, скинули мне лут вообще. Надо к мирным присоединяться, раз они такие хорошие. Эй, эй! За что? За что он меня убил? Вова, ёп твою мать, что ты наделал? Я же ничего не делал, мы мирные же все. Может он мой ник увидел и спутал меня, блять, с мародёром? Что за херня-то? Какой хрен ты его завалил? Вот какой хрен ты меня завалил? Так, я дошёл до поселения мирных, хрен знает сколько бежал до него. Посмотрим, что здесь. Так, вот эти вроде чуваки не стреляют. Кто там тебя убил? Блин, я хз, я не помню ник, по-моему, Вова что-то там. Я не знаю, он поначалу не стрелял по мне, а потом я, не знаю, я в кустах лазил, может испугался, а может увидел, что у меня них мародёр и убил поэтому. Может быть. Давай, мы тебе там около хранилища лут дадим. О, нифига себе, было бы круто. Залутаешься, аля. Да-да-да, было бы классно. Во, вот сюда надо было сразу приходить, не бегать, там лутаться по избушкам, а прийти к добрым мирным пацанам, и они тебе дадут лут. Коробки летают. Как я понимаю, это хранилище фракции, где они складывают лутецкие, блин, это круто. Сейчас они будут делиться, во, делёшка пошла, респект, жёсткая простава. Блин, пацанам вообще жёсткий респект. Не надо бегать, лутать всё, это дерьмо. Броник, ёшкин, моёшкин. Так, костюм Чубаки, вообще. Хрен меня теперь кто увидит. Спасибо. Спасибо вам огромное, ребят, за проставу вообще. Слушайте, а как к фракции присоединиться официально? Там надо, не знаю, квест можешь какой-нибудь выполнить или что-то ещё сделать. Нет, там просто этот, мародёв убивающий. Просто лупить их. А тут от репутации зависит. Ага, понятно. То есть я вот сейчас нейтрал, потому что я ещё ни одного мародёра не заварил, я даже не видел. А там только в какой-то заварушке поучаствовал, то никого не увидел даже. Вот, то есть мне надо убивать мародёров, чтобы стать мирным. А если я буду убивать мирных, я стану мародёром. Мародёром ты станешь, да, если мирный, будешь избавить. Ага, понял, спасибо. Вот это всё NPC, как я понимаю, потому что ников нету. Артёром, эй, подожди. Да-да-да-да-да. Сейчас мой чувак там подойдёт, вместе пойдём. Своим тебе покажем. О, респект, давайте. Так, скорешился с чуваком из мирных, политолог, у него ник. Идём убивать мародёров. Несмотря на мой ник, мне хочется убивать именно мародёров. Мой ник, кстати говоря, взятый из игрушки МехWarrior. В первой части, я не знаю вообще, знаете ли вы о такой, играли ли вы тем более в первую часть. Вот, это никак не связано именно с мародёрством. Нам просто был робот-мародёр, я и взял такой ник ещё, блин, в 14 лет. Сейчас, короче, смотри, здесь три бота есть, мародёра. Сейчас их завали ещё, по идее, должен ты мирным стать. Ага, вот так вот. Ну давайте попробуем, давайте, только я, конечно, не обещаю, что я тут всех завалю. Только аккуратнее, боты жёсткие они. Да, окей. Блядь, ну это вообще, сука, я даже не стрелял нормально в этой игре ни разу. Так, пока не вижу никого. А, во-во-во-во. А всё, вижу-вижу-вижу, чёрную суку. Лёг. Добивай его, добивай, он ещё жёсткий. Плюс один экстатистический убийц, фак е. Всё. Вот всё, ты мирный, так. Где они ещё есть? Да, вот, вот. Где ещё, я не вижу. Не вижу вообще в упор. Ой, блядь, блядь, вспышку видел, вспышку видел. Хреново видно через деревья, чё за жесть вообще. Да уходи, ты не нажимай. Так, это он не мне, походу. А как они сидят? Чё-то я не могу сесть, нажимаю. Чуваки, как вы садитесь? На что надо нажимать, чтобы сесть точно так же, как вы? А то я чё-то контрол жму и не работает, нихрена, блядь. Как сесть? На Х. А, на Х. О. Во. Спасибо. Вот ещё справа есть. Из-за этого. А, вижу, 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 падлу. За буханку забеги. Блин, я боюсь за буханку бежать. Он мне же стреляет. Чё не ла... Блядь! Блядь, он меня выебал, ну... Давай, я твой лук возьму, сторожа. Опять вертолёт летит. Чё это за вертолёты вообще? Надо сейчас прибежать и у чуваков спросить. Здорово. Сголебался бежать к вам. Тут телепортов нет, как я понимаю, да? Нету, нету. Чё, все мёртвы уже? Всех убили? Да, они мёртвы все. Понятно. Так, а... Блин, я бы хотел ещё пострелять попробовать, а то меня вынесли так сразу. Сейчас. До другого постреления дойдём, там, мародёров побольше. Ботов. А, окей, понял. Давайте. Блин, у меня вот он всё время целится через правое плечо. Можно как-то на левое переключиться? На Alt нажми. На Alt. О, работает, спасибо. Кстати, братва, пацаны мне тут сказали, что вот компас, который вам даётся там в самом начале, это очень полезная штука. Если вы его выкинете, то вот этот вот верхний, собственно, компас, он у вас пропадёт. Поэтому ни в коем случае этого не делайте. Это... Без этого компаса вообще вы не сможете никак ориентироваться по карте. Кстати, слушай, а чё это за вертолёты здесь летают постоянно? Ну, вертолёты, короче, гуманитарную помощь сбрасывают. Гуманитарная помощь? Типа эрдропчик, что ли? Это круто. Ну, там, может быть, и нормальное что-то, а может быть, всякое говно. Ну, стандарт. Так, бежим с пацанами во второе поселение с мародёрами. Всё-таки виды тут такие узнаваемые, прикольные. Так, шмальба уже какая-то идёт. Шмальба где-то справа. Ой, оп, попал вроде. Попал, ну чё ты не ложишься-то? Блядь, да ладно, ну вы чего? Ну куда, ну? Блядь, даже чувак уже вахует меня. Чё ж меня постоянно убивают? Прибежал к пацанам, они тут же всех завалили нахрен, а я, блин, нубяра с ними бегаю и позорю только их. Здорово, блин, мне учиться, походу, ещё в вечность в эту игру, блин, играть. Блин, я ещё и заболеть умудрился, пока бежал. О, спасибо большое. Спасибо большое, что лут сохранил. Каска твоей, штаны не знаю, куда-то улетели, блин. Да ладно, ничего страшного, сейчас мародёров полутаю, я думаю. Найду чё-нибудь. Там обычные штаны. Спасибо тебе за помощь, братан, надеюсь, ещё поиграем там, встретимся там. Давай-давай. Всё, давай, удачи тебе там. Так, политологу жёсткий респект, выражаю на этом обзоре за помощь, за то, что объяснял и показывал всё, и помог мне хоть немножко разобраться. Так, пацаны свалили на другой сервак, мне тут же делать нечего, я тоже буду сваливать. Нашёл винтовку Драгунова, нажмите левый контроль до смены режима стрельбы. Во, чё мы ещё выучили под конец обзора, то, что на левый контроль меняется режим стрельбы, что очень полезно, я об этом не знал. Так, пацаны сказали, в доме надо быть и выходить в доме, потому что иначе, если я появлюсь просто на улице, меня могут сразу ёбнуть. Лутанулись мы вроде нормально, а выживание, как известно, самое главное, это иметь хороший лутецкий. Именно он поможет нам во времена мародёрства, хаоса и ублюдков, стреляющих нам в спину. Обзор на этом закончен, но это ещё не всё, что у меня для вас есть. Совместно с Альянсом Bill & Play и сайтом willofbundles.ru мы решили разыграть несколько ключей от этой игры. Подробности конкурса читайте в описании к этому видео. Ну и я прощаюсь с вами. С вами был Мародёр 120 Гигабайт, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ну а если вы подписаны, то респект вам жёсткий и до встречи в следующих видео. Йоу!